Цель конференции в том, что был принят закон об охране здоровья Российской Федерации и в законе введен новый вид медицинской помощи. Это палиативная медицинская помощь. Статья 32 и статья 36, как известно, закон обратной силы не имеет, поэтому все субъекты Российской Федерации, начиная от Москвы и заканчивая Калининградом и Хабаровском, должны реализовать этот новый вид медицинской помощи на практике, практическом здравоохранении. Основная задача палиативной медицинской помощи – это улучшение качества жизни неизлечимых пациентов. В ситуации, когда возможности специализированного лечения уже исчерпаны или его невозможно проводить из-за распространенности основного заболевания. Основу палиативной медицинской помощи будут составлять амбулаторные и стационарные службы. Амбулаторные службы – это кабинеты палиативной медицинской помощи, выездные и патронажные бригады, дневные стационары. И оказываем помощь в условиях стационара будут в хосписах, в отделениях палиативной медицинской помощи, многопрофильных больниц и в так называемых больницах палиативной медицинской помощи. Севастополь имеет уже опыт. Было здесь открыто и создано отделение палиативной медицинской помощи на 20 коек в составе онкологического диспансера. Там работают специально подготовленные люди, профессиональные. Они оказывают помощь преимущественно онкологическим пациентам. В перспективах планируется открыть еще несколько коек в других больницах общего профиля для оказания помощи пациентам с неонкологическими заболеваниями. Ну а здесь мы находимся потому, что основная задача – это преподнести новые знания в области палиативной медицинской помощи практикующим врачам. Это врачи общей практики, это онкологи, врачи других специальностей, потому что основа палиативной медицинской помощи, должны составлять квалифицированные кадры. Поэтому сегодня мы приехали здесь, к вам, в Крымский федеральный округ. В декабре были в Симферополе, до этого были в восьми еще федеральных округах. И проводим окружные вот такие конференции. Все, что касается палиативной медицины, это хоть де-факто уже и существует. С открытия первых кабинетов противоболевой терапии при ведущих федеральных онкологических институтах эти кабинеты открывались в середине 80-х годов. А вот до юра это все вошло после выхода вот этого закона об охране здоровья в 2011 году. Поэтому палиативная медицина, она только встает на ноги. Чтобы вы понимали, концепция предусматривает открытие 100 коек на 1 миллион народонаселения. Значит, в Российской Федерации будет открыто более 14 тысяч коек. В настоящий момент открыто, думаю, процентов 35-40 от необходимого. Но есть программа государственных гарантий. Государство сделало на себя обязательства и финансирует оказание стационарной помощи палиативной медицинской. И благодаря этому до 2017 года будут открыты все 14 тысяч. Но для примера, для сравнения, онкологическая служба, которая уже в Российской Федерации и в СССР работает уже 70 лет, это 28 тысяч коек приблизительно. А здесь самостоятельная служба такая будет. Прежде всего, говорить о новинках не приходится. Многое уже известно. И в нашей стране палиативная помощь развивается. Особый толчок получил закон о здравоохранении. И этот закон позволил юридически закрепить уже существующие механизмы. Прежде всего, последние этапы жизни человека, они связаны с многими вопросами. И возникает большое количество сложностей. Потребности в палиативной помощи Георгий Андреевич осветил, конечно, но это минимум, минимум. В принципе, ведь каждый человек рано или поздно подходит к конечному этапу жизни. И помощь на этом этапе требуется большей части населения. В принципе, по статистическим выкладкам, примерно 3 миллиона человек требуют того или иного подхода и помощи на последнем этапе жизни. Поэтому проблема слишком обширна. И решать ее надо сообща всем, всему врачебному сообществу, а не только специалистам по палиативной медицине. Знания палиативной медицины прежде всего нужны врачам общей практики. У нас в стране, я представляю вот кафедру поликлинической терапии, сейчас идет большое переориентирование медицины, то есть нашей поликлинической медицины на общеврачебную практику. И врачу общей врачебной практике крайне необходимо знать такой предмет, как палиативная помощь. И действительно, для того, чтобы осуществлять эту помощь, надо знать принципы подхода и принципы ведения таких больных. Для этого и создана первая кафедра палиативной помощи. Я надеюсь, что в дальнейшем эти кафедры будут создаваться и в других медицинских университетах, не только у нас. И тематическое усовершенствование вообще должны пройти врачи практически всех специальностей по этому вопросу. И представлять себе, потому что, ну, вот первая больница палиативной помощи в Москве уже существует. В связи с тем, что избыточность коечного фонда у нас чрезвычайно высока, часть клиник будет перепрофилироваться именно под палиативную помощь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok